приветик всем снимаю видео прочитанных книгах но и не очень прочитанных все как всегда начнем с того что я не смогла оценить и соответственно не смогла прочитать это микаэль юрос короткие слова великие лекарства роман небольшого размера в общем то здесь главный герой психолог который лечит своих пациентов с помощью книг то есть он рекомендует что-то прочитать и якобы им это помогает наладить жизнь но сколько ты одолела страниц 50 наверное и бросила не знает полная ерунда я вам не советую тратить время и деньги на подобное чтение джули бери нежная война вроде бы я так поняла эта книга задумана как книга про войну и про любовь я прочитала страниц 70 наверное ну примерно так может быть 60 не знаю в общем я лично для себя не нашла здесь ни того ни другого вот как-то так странно написано что вот или я не в состоянии понять этого это содержимое книги в общем мне все это дело прошло мимо я решила что я почитаю лучше что-нибудь другое и если вас интересуют книги про войну то это вообще не вариант были какие-то у меня ожидания по поводу вот этой вот книги дона ван лир рождественское благословение ты что-то типа мелодрамы но начала читать и поняла что я это читать ну вот как-то вот что мне создалось такое впечатление что я и книга это совершенно разные вещи и эта книга и в общем нам не по пути и все я с ней прощаюсь невообразимая скукота холли рингленд потерянные цветы элис хард начало вроде такое что-то обещала а потом как-то все не знаю не порадовало меня раскрытие сюжета этой книги я бросила потому что единственное желание которое возникло при прочтении книги этой это наверное знаете вот отложить ее и отдохнуть или что-нибудь заняться чем-нибудь интересным но только не этой книгой поле хорват большое богатство я когда показывал ее в покупках я вам говорила что эта книга я знала когда ее покупала о том что это фэнтези для подростков но почему-то все равно купила потому что слышала на нее хорошие отзывы я начала читать ее и бросила я поняла что я все-таки выросла и в общем это не для меня может быть кого-нибудь эта книга порадует мне это мимо женщина в восточном экспрессе линси эшфорд здесь я прочитала немножко больше наверное где-то 150 160 страниц но потом все равно бросила невозможно я думал что будет какой-то детектив а это какая-то мелодрама причем не самого хорошего разлива и как-то не знаю героями не нравится сюжет какой-то какой теперь о том что до после вот этих вот всех негодяев естественно встает вопрос о прочитанном что касается книжных планов что такое говорю надеюсь вы поняли это вот 38 том из какого-то собрания сочинение агаты кристи здесь три произведения получила большое удовольствие перечитать книжицу что у нас здесь анна где ты кинжалы слоновой кости и круги на воде вот после вот такой вот ерунды хочется конечно действительно прочитать что-нибудь вот касаемо первоисточника что я сделала перечитав эту книгу все-таки насколько хорошо написал агаты кристи ничем не сравнить и также большое удовольствие это чарльз диккенс большие надежды не знаю в который раз я перечитываю этот роман но почему-то вот в этот раз я читала и мне было впечатление что я читаю в первый раз настолько он вот с какой-то неожиданной стороны для меня открылся настолько он был упоительный настолько он был прекрасный мне вообще казалось что я читаю какую-то другую книгу что то что раньше я читала большой надежды то было что-то другое я не знаю чем это связано может быть какое-то мироощущение поменялось ну в общем я осталась просто просто очень-очень осталась довольна тем что я перечитала большие надежды и откладываю в книжный шкаф до следующего раза потому что я вернусь еще надеюсь и не раз к этой книги с книжными планами все точнее с реализации книжных планов теперь о том что прочитано с удовольствием и не очень но прочитано фрэнсис дункан убийство на рождество для убийства есть мотив то есть в этой книге два детектива я смогла одолеть только первое второе начала читать и бросила невозможную муть в общем знаете вот ну как оценивать вот этот первое произведение я прочитала ну вроде бы детектив до возникает сразу вопрос что это за детектив если очень хочется спать вот единственное что он вызывает это желание спать вот если только в качестве снотворного использовать эту книгу а больше как я не знаю теперь что по существу по сюжету по написанию по манере такое впечатление знаете что это агата кристи после приема тяжелых наркотиков написала детектив подражает татьяне степановой татьяна степанова это автор детективов про журналистку катю петровскую если ничего не путаю вот все то же самое как у степановой нагнетание интриги там где ее нет изображение ужасов которых нет и как это сказать-то изобретение трагедии который тоже в общем то нет в общем то ничего нет в конце книги становится понятно что автор вас обманул он вроде вам что-то обещала в результате фига вот здесь вот тоже самое только в антураже агата кристи да вот надеюсь какой какая-никакая оценка у меня получилось для этой книжки мотивационная книжечка все самое лучшее просто повседневные идеи для более спокойной размеренной жизни брук маккелли совсем она тоненькая такая но с этой с ленточкой закладочка все как положено ничего нового я для себя не почерпнул из этой книжки здесь все прописаны истины о том что нужно забыть про длинные списки о том что нужно забыть про многозадачность повседневной жизни поскольку все это убивает наше время наше чувство и наше счастье как в итоге ну так если знаете просто как вот освежить все в памяти привести в каком какому-то балансу что ли я не знаю в общем ничего такого я для себя интересно в этой книжке не почерпнула и также проходит мимо хороший муж правильные уходы кормления как сделать брак гармоничным счастливым ничего нового не узнал из этой книжки абсолютная пустота все такое впечатление что это взяты какие-то вот статьи которые есть на эту тему все как-то собрал автор по интернету знаете получилась книжка не знаю не остались какие-то негативные впечатления попал до нее ни о чем книжка которая в общем-то ничего это анастасия веселка девушка с деньгами в общем-то хорошо написано действительно дает понятие о финансах о способах обращения с финансами от самого простого то есть от того что надо писать свои книги и что оговорка по фрейду действительно написать свои книги чтобы быть всем довольны ну ладно в общем речь о том что сначала начинается с того что составляем списки учимся экономить потом дальше это следующий этап вклады и дальше игра на бирже фонды там и все такое прочее ну в общем-то до познавательно интересно доступно написано все понятно не знаю оставлю ли я у себя эту книгу или нет то есть ли если только в качестве мотивации они источника знаний не знаю пока пока не решила сейчас я уже осторожно прощаюсь с книгами потому что вы сами видите столько у меня было повторных покупок как-то не очень хочется повторяться тратить на это деньги поэтому даю время книгам выстоять что называется мэри энн марлоу книжный магазинчик медлен вроде бы знаете неплохая такая книжка есть только одно небольшое но вы знаете что бывает самое обидное вот когда покупаешь книги читаешь это не то что книга не понравится но не понравилось и ладно а вот самое обидное когда ты книжку прочитал закрыл день прошел ты на нее смотришь и ты не можешь вспомнить о чем эта книга вообще вот это как раз тот самый случай что это такое о чем это я точно знаю что я ее прочитала но я не помню ничего из этой книжки и почему-то мне не хочется даже вспоминать если честно очередная книга карен уайт рапсодия ветреного острова незаметно для себя я ее прочитала она незаметно закончилась сказать чтобы у меня возникло желание ее перечитать я не могу потому что это неправда сюжет ну мне показался немного затянутым в принципе конечно неплохо я не буду говорить что книга плохая но могло бы быть и покороче и пока полаконичнее ну как мне показалось во всяком случае еще одна книжонка ну это мне уже понравилось обожаю тебя ненавидеть джо уотсон это в общем-то знаете вот здесь написано смешно причудливо сексуально ну что-то вот в таком духе вот да девушка вот романчик у нее там случился а потом бах романчик вылился в то что оказывается молодой человек с которым это случилось интрижка оказался ее начальником в общем такая вот распространенная фантазия которую разные авторы пытаются обыгрывать ну и вот здесь мне кажется неплохо получилось у автора во всяком случае во всяком случае я получил удовольствие от прочтения очень мне понравилась книга бета улери квартира на двоих роман о том как в общем-то безденежье сводит людей вместе ну такое то что бывает в силу того что люди не могут себе позволить жилье а очень хочется снимает одну квартиру на двоих с расчетом на то что у одного дневная работа у другого ночная соответственно они не будут встречаться будут пользоваться в отсутствие друг друга этой квартиры ну как то так потом конечно все таки жизнь сводит вместе сталкивается и в общем все хорошо заканчивается как всегда мне понравилось мне даже захотелось эту книжку себе оставить я не знаю почему но она какая-то такая знаете позитивная что ли особенно для тех ситуаций когда не хватает денег мне кажется полезно такую книжку открыть и это как-то воодушевляет что ли я не знаю по-другому сказать я слышал негативные отзывы на книгу кристин хана соловей но мне понравилось понравилось я не буду утверждать что это какой-то сюжет такой вот как это сказать-то уникальный или язык которым написана эта книга уникальна нет но просто книга приятная серьезно приятно получила удовольствие от прочтения хороший роман про войну в общем-то меня все порадовало хорошая вещь наверное эту книгу я оставлю своей библиотеке и скорее всего я к еще вернусь халли хэпфорс хэпфорс моя любимая свякрофим готовится экранизация наверное эта экранизация пока я читала уже давно состоялась хотя если честно я не в курсе понравилась мне но о чем книга о том что в этой жизни бывает все не так как кажется на первый взгляд и что вот смотришь на какой-то предмет видишь одно а другой человек ведь другое и вовсе это не означает что ты хороший другой человек плохой или наоборот просто жизнь такая да и вот об этом вот книга естественно об отношениях невестки свекрови проецировала ли я как-то подобное на себя ну то есть ставила ли я себя на место героини нет потому что своими отношениями я довольна с мамой мужа я вообще не люблю слоево свекровь если честно поэтому я всегда говорю мама мужа а не свекровь потому что раздражает свекровь это что-то знаете такое вот официальное и враждебное но для меня по крайней мере да здесь в общем-то вот о сложных взаимоотношениях неплохая история хотя перечитывать ее или смотреть экранизацию по ней я бы не стала я прочитала первую книгу из серии дэвид морал это первая книга изящное искусство смерти у меня есть и 2 и 3 во вторая спи инспектор мертвых 3 властелин ночи продолжу читать это купила и читаю по советам вероники вероника тебе привет большой огромное спасибо за наводку я прочитала первую книгу мне она очень понравилась произвела на меня впечатление приятный сюжет приятные герои не наше время старое хочется не как-нибудь разбавить этот временной промежуток в котором мы читаем погружаемся когда читаем книги в общем я осталась очень довольна прекрасная вещь и о ла ла я очень рада что я купила мне очень понравилась эта история стефани лэнд уборщица история матери-одиночки вырвавшись из нищеты дело происходит в штатах и вообще вот вы знаете когда я читал эту историю мне раньше как казалось мне казалось что вот эти вот проблемы всякие там безработицы все прочее что это не касается как это сказать трудности жизни вот эти вот малобеспечного населения мне казалось что это вот в развитых странах что там все в шоколаде оказывается нет и вот здесь это главная героиня рассказывает о том каких огромных трудов стоит получить то или иное пособие там те или иные скидки купоны и так далее в общем через какие унижения придается пройти приходится пройти чтобы получить эти бесплатные продукты там тяжелом труде уборщицы почему-то не возникает ощущение годливости какой-то или отвращения главную героиню жалко но при этом нету каких-то соплей и слюней она все-таки старается жить когда вот читаешь про эту книгу понимаешь что многие проблемы и неприятности с которыми сталкиваешься жизнь это все полная ерунда на самом деле да в конце концов вот не это главное что называется да и эта книга позволяет по-новому взглянуть на свою жизнь и понять что если у вас есть прекрасный теплый дом ваш холодильник полон белье чистое выглаженное да и в общем-то и как-то сказать парфюм есть и косметика все прочее то жизнь прекрасна на самом деле очень советую очень понравилось что касается детектива я в большом восторге от книги зал фей натали доусон еще у меня есть вторая книга лавандовая спальня а может быть это вторая та первая я не знаю но прочитала общем я вот это вот шикарнейший детектив атмосферный такой какой-то старорежимный приятный так погружаешься в него и одновременно он такой легкий я получила большое удовольствие эту книгу никому не отдам оставлю в своей библиотеке и буду непременно возвращаться по крайней мере рассчитываю вернуться еще и не раз и с большим удовольствием очень серьезная книга вот автор вот это имя я не могу воспринимать серьез мне кажется это название какой-то картины франсиш депонтиш пибблс как это может быть именем я не знаю воздух которым ты дышишь большая книга очень серьезный роман роман о любви о дружбе но как же по-другому о поиске себя о профессиональном начале о трагедии что ли о том прекрасном времени знаете вот что описывается вот это вот женские взаимоотношения знаете такие на грани вот как это сказать пограничная ориентация что ли не знаю как это по-другому выразить в общем жизнь в стиле я она и мир в кармане вот как-то так все возможно мы вдвоем все такое прочее в общем-то да вроде бы без прямого физического контакта но близко к этому ну и вот в конце концов это повествование идет главной героини она рассказывает о своей любимой подруге и вот как вот чем все это дело заканчивается да и вот как бы спустя годы на все на это смотрит прочитать было интересно но я пока не определилась с тем что буду я перечитывать эту книгу или нет стоит от нее избавиться или надо оставить свои библиотеки пока сказать не могу но книга достойна внимания определенно я открыла нового для себя автора а не смартен люга в данном случае это счастливые люди читают книжки пьют кофе теперь мое любимое издательство корпус я уже говорила в общем страшные серые грубые шершавые страницы меня просто радует это какой-то фетиш у меня уже да я сразу когда теперь новую книгу открываю я смотрю насколько толстые грубые страницы мне кажется это просто что-то с чем-то ну ладно не суть что по самой книге мне очень понравился этот роман он просто превосходный он знаете он понравится тем кто любит сару джио он понравится тем кто ненавидит сару джио почему потому что с одной стороны здесь простой сюжет изложена книга написана книга простым языком ничего сложного нет читается очень легко но при этом нет ощущения что автор держит тебя за идиотку вот здесь нет слюни и сопли и вот этого вот накручивание вот и переливание из пустого в порожнее здесь вот этого нету здесь как-то вот динамика чувств есть да но вот без слащавости мне очень понравилось и я продолжу знакомство с этим автором в общем-то совершенно точно да я очень поразилась мне очень понравилась эта книга она остается в моей библиотеке просто превосходная вещь взрослые Кэролан Халс здесь вот написано двое бывших их дочь и новые партнеры разве что-то может пойти не так а то бы нет конечно может трагедия большая трагедия честно говоря вот я оставила себя на место героев я бы никогда бы не решилась поехать в дом отдыха с бывшим при том что у каждого и у него и у меня допустим новые сожители то есть представляете да с новыми сожителями и вместе и в один дом еще ребенок туда да куча что из этого выйдет ну конечно трагедия безусловно трагедия в общем удивляюсь конечно с небольшим криминалом естественно взрывоопасная такая смесь я получила большое удовольствие от прочтения я даже не знала что в общем-то можно придумать такую проблему как придумал автор я говорю о сюжете этой книги я осталась в полнейшем восторге книга остается в моей библиотеке без всяких вариантов я с ней расставаться не буду она определенно стоит внимания это было очень интересно книга которой хочется рукоплескать имаджин гермес гауэр русалка и миссис хэнк знаете хочется стоять и кричать браво просто настолько прекрасная книга в ней собрано абсолютно все здесь и любовь здесь и приключения и старое время и немножко детектива да и каких-то интриг в общем-то здесь все потихонечку понемножечку и все прекрасно здесь какой-то год вот указано 1785 в общем и старое время и так все это написано что знаете вот автор пытался объять необъятное там из разных книг поднатаскать ощущений вот в эту книгу и у него это получилось мне очень даже понравилось вот эта книга вполне бы сошла бы и за лучшую книгу видео честно да ну просто нашлись более сильные вещи а так в принципе книга очень шикарная я советую если вы любите вот такие вот приключенческое любовные романы я думаю вам очень даже понравится книга определенно хорошая она остается в моей библиотеке о том что меня поразило и понравилось еще больше это Эдвард Кэрри Кроха этой девочке со странной внешностью суждено было стать легендарной мадам Тюсо в общем я вот даже оставила супер обложку поскольку книжка остается в библиотеке почему супер обложка потому что книжка сама по себе страшная черная и некрасивая я решила что оставлю в супер обложке в общем это биография биография мадам Тюсо написанная не в историческом плане а в форме романа то есть автор взял какие-то факты и дополнил художественным вымыслом если говорить с точки зрения истории наверное это спорный вариант но я ничего о мадам Тюсо не знала до прочтения этой книги то есть вообще абсолютно ничего поэтому мне было читать очень интересно мне кажется получилось очень хорошо чтобы я понимала в биографиях конечно я уже говорила что биографии я не люблю ну если не читать Джей Ностин ну в общем это мне очень понравилось просто очень понравилось так хорошо написано так интересно было вообще не оторваться со всякими картиночками тут такими да мне кажется эта книга будет интересна абсолютно всем какая-то она вот такая вот вне возрастная мне очень понравилось я очень советую если вы любите какие-нибудь интересные биографии читайте вам наверняка понравится и лучшая книга в этот раз когда я прочитала не было сомнений это Джоди Пикклт 19 минут в общем-то знаете вот здесь простой сюжет а сюжет такой в один прекрасный день школьник берет оружие приходит в школу дело понятное дело происходит в штатах вот стреляет почем зря во всех кто вокруг ну потом его естественно задерживают потом суд и все такое прочее вот да но интересно не это интересно интересны судьбы людей которые изменились благодаря этому событию и интересно конечно ответ на вопрос почему почему так произошло ну что должно вот двигать человеком молодым человеком у которого вся жизнь перейти взять оружие в руки и обернуть его против своих же одноклассников условно так говоря одноклассники таких же школьников как и он сам что должно быть и в книге дается ответ на вопрос что может быть такое и более того я думаю что проскальзывает мысль что вот этот вот вариант взять в руки оружие и пойти на это способен каждый просто предпосылки и условия для этого для каждого человека разные для кого-то маленький нажим для кого-то нужен побольше для кого-то еще больше но в любом случае на это способен каждый вот об этом книга и мне кажется она очень полезна знаете кому будет ее читать молодому поколению вот я имею ввиду школьникам да хоть книга взрослая написана 18 плюс но мне кажется нужно читать давать ее в подростковом возрасте особенно тем кто знаете вот считает себя заводилой там из лидер группировки в классе успешно подавляем всяких товарищей там в очочках и все в таком духе почему потому что она заставляет задуматься что если вот этот вот товарищ которого опускают изо дня в день в один прекрасный момент возьмет оружие придет в школу положит тебя и твоих как это сказать друзей по вашему лидерскому кружку и придет конец твоей замечательной жизни которая как это сказать подавала такие надежды и была предметом зависти остальных одноклассников что ты весь из себя такой классный и все это закончится все твои амбиции окажутся на глубине двух метров ну как-то так и еще меня поразило что в этой книге раскрыт секрет счастья оказывается ну действительно если подумать каждый человек может стать счастливым если двигаться постоянно в двух направлениях нужно во-первых постоянно улучшать реальность вокруг себя а во-вторых нужно постоянно снижать уровень ожидания вот он рецепт счастья и все счастливым может быть абсолютно любой человек в общем замечательный роман продолжу знакомство с этим автором непременно я знаю что есть книги еще буду смотреть надеюсь все купить приобрести вам конечно потом показать книга шикарная я очень советую ну такие книги были в этот раз все что успела прочитать на самоизоляции продолжу чтение и дальше ну по крайней мере планирую надеюсь видео было интересным полезным и приятным всем большое спасибо всем пока пока